Офигеть, там что-то горит. Бравые сотрудники ГИБДД снова останавливают. 7 августа на матч Краснодар-Спорт. Здравствуйте! Ну и погодка в Москве. Доброго времени суток, друзья. Добро пожаловать на канал На пару. Сегодня я без Алины. Сейчас, правда, заеду за другом, поэтому мы все равно формально будем вдвоем. Нас ждет дорога примерно в полторы тысячи километров. Мы сначала едем в Краснодар, там снимаем кое-что крутое, вы все это увидите. Потом доезжаем до Сочи, покажу квартиру. У нас будет две недели отдыха, но вы можете не переживать, ролики наперед мы уже сняли на мой канал, на Алинин канал. Ну а сейчас нас ждет очень тяжелая, но, надеюсь, веселая дорога. Поэтому присаживайтесь, подобнее и приятного просмотра. Брата! Короче, мы уже в сборе, в этот раз мы вдвоем. Ну так получилось совершенно случайно. В общем, сейчас нас ждет очень долгая дорога. Мы заедем в Краснодар, там кое-что заснимем. Потом в Сочи, все вам покажем. Главное просто выжать дорогу, это всегда самое важное. Как настроить? Выспался хоть чуть-чуть? Я выспался, огонь, все, все, огонь. Все, поехали, все, полесят. Да. Не знаю, видно ли вам по моему лицу, но я проехал практически 500 километров. Мы на первой заправке, сейчас покушаем. Вань, как дорога? Огонь, все, огонь, все четко, у нас солнышко, все круто. Мы ехали под диким дождем, вообще, в случае, вообще, это не самая лучшая погода. Но мы в любом случае классно проведем время. Мы сегодня планируем доехать до Краснодара, посидеть какие-нибудь там, может быть, в кальянную заскочить. Дети, не курите, пожалуйста. А вообще, в целом, мы едем завтра на Краснодар в стадион. Сейчас ты ее ведешь. Пойдем поедим. Пойдем. Что-то очень странное. Это максимально пошло. Всегда в первые секунды страшно, когда за твою машину садится кто-то другой. Но Ваня, Никита, ему я доверяю. Ну, вези меня. Увидимся с вами где-нибудь у Ростова. Вот так вот, смотрите, и мы в Ростове. Оп, на самом деле прошло очень много часов. Я вам сейчас покажу небольшую нарезочку, но мы уже под Ростовом. Но на самом деле дорога, слава богу, ведет мимо города. Мы не стоим в этих пробках, нам их уже сегодня не так хватило. Сейчас снова едет Ваня, это его, получается, вторая смена. Дальше сажусь я, уже доезжаю до Краснодара. Мы забронили отель, точнее, Ваня забронил. Очень надеюсь, что там что-то нормальное, но я вам покажу. Я не видел, я не бронил. Там хоть две кровати, надеюсь. Точно две? Точно. А то я тебя жмаю. Они вместе стоят. А, тогда все отлично. А завтра на поле. Надеюсь. Вот так вот мы ехали практически всю дорогу. О, стало еще лучше. Погода просто айс, бэйби, айс. Офигеть, там что-то горит. Обалдеть, чувак. Офигеть, просто мгло. Нифига, не, не, горит. Не, я вышел. Обалдеть, прорвало просто. Ну, такая тьма, как мгло. Смотри назад, как это выглядит. Блин, все как обычно. Браво, и сотрудники ГИБДД снова останавливают без причины. Проверка документов. Въехал Ваня, все нормально. Сейчас дождемся обратно. И едем уже в Краснодар. Осталось примерно километров 200-250, и мы будем на своем месте. Бро, где мы? В Краснодаре. Это, кстати, наш отель. Не реклама, поэтому вот так вот. Короче, вот это наш отель. Чувак, короче, давай предлагаем потом вещи, сейчас покушаем, потому что мы везде ничего не ели, чтобы в туалет не бегать. Логично. Все, пойдем, согласен полностью. Поедим, и потом покажем номер. Сделаешь рум-тур? Тур-рум. По нашей кровати двухместной. Ну-ка, у нас кровать двухместная? Эх, нет. Мы можем сдвинуть? Ох, навсегда можно. Показывай, что-то быстро, давай. Короче, стакан, второй. Телевизор. У нас есть Xbox. Самое важное, пойдем посмотрим. Е-бой. Там даже есть отсек тайный. Сейф. Сейф. Короче, все очень скромно, но мы здесь реально только поспать. Моя вот эта. Самое время немножко отдохнуть, и уже завтра мы окажемся на стадионе. Для вас пройдет буквально пара секунд. Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал Краснодара. Ладно, если серьезно, мы уже у стадиона Краснодара, он у нас сзади, нас, по идее, запустят внутрь. Надеюсь, очень. Вообще, обещали, что мы там даже запишем челленджи, но что-то пошло не так, и это очень грустно. Но в любом случае, мы поднимем дрона, опять же, если разрешат. В общем, у нас сегодня очень много если, но мы в любом случае проберемся туда, зафоткаем, покажем, как он изнутри, потому что, ну, бро, Краснодар один из лучших стадионов в Рашке. По факту. Ну, один из топ-3, наверное, по-любому. А снаружи выглядит вообще как настоящий колесей, поэтому погнали. Это опять шутка. Блин, это самый прикольный детский сад, что я видел. Прям мечта. Смотрите, какой их матч прям завтра ждет. Конечно, было бы поприкольнее на такого дрона поснимать, но это когда-нибудь потом. Блин, это просто идеальный момент для интеграции. В общем, мы уже пригнали на стадион, он реально офигенно впечатление производит. Экраны по всему экрану в форме волны, это обалденно. Вы уже по-любому их видели, но когда видишь вживую, это совсем другие ощущения. Сейчас мы поднимаемся повыше, мы уже полетали на дроне. И вообще, есть желание еще потом пройтись по самой академии, благо такая возможность есть. Спасибо, Пуме. Но лучше бы мы вышли на поле все-таки. Но если без преувеличения, я бы внес стадион Краснодара в топ-3 стадионов в России, вместе, наверное, с службниками, особенно после реставрации он стал еще круче. Ну и, естественно, пишет, и я надеюсь, в скором времени я там тоже окажусь. Давайте наберем 40 тысяч лайков, и я обязательно сниму оттуда вложу. Спасибо за музыку, мне теперь стрейканут ролик. Завтра, кстати, будет обалденный матч от Краснодара-Сочи. Я предлагаю его как раз из Сочи посмотреть. Но за кого я буду болеть, даже не знаю. Сложно. Вроде был на стадионе Краснодара, а вроде в Сочи люблю находиться. Сложно. В общем, сейчас давайте попробуем немножко пройти внутрь, под трибунку. Если нас пустят туда, если нет, то пройдем про академию. Вдруг там есть мои подписчики. Оказалось, есть такое правило, о котором я даже не знал, и, возможно, вы не знаете, то, что за день до стадиона на сам газон выходить нельзя, чтобы он был в хорошей кондиции, чтобы он прошел все проверки. Но вот это мое любимое место, потому что в Краснодаре сейчас так жарко, и вы, скорее всего, меня не слышите. Дайте я хоть чуть-чуть газон потрогаю. Блин. Как я хочу на натуральном газоне поснимать челленджи, но я обязательно туда доберусь. Вот мне просто кровь из носа нужна эта майка, я готов отдать деньги. Блин, кстати, вратарская классная. Лучше всех смотрится. Вот я вратарскую бы взял. Все, супер, жилья, стой, что это. Конечно, привет. А потом можно фото сделать? Конечно, если вам разрешат, можно. Здорово. Здорово. А потом вы здесь? Вам тоже можно? Извините, пожалуйста. А вы видео снимаете? Да. А в YouTube, да? Да. Спасибо. Пожалуйста. Мы просто обязаны сюда вернуться и записать что-то. Это, ну, смотри, огромные ворота, это мечта. Давай после нашего отдыха возвращаемся и пытаемся добиться, что мы здесь снимали. Окей. Бро, ну поделись впечатлениями. На самом деле это очень интересно и спасибо Максиму, который рассказал нам все, где что находится. Он не про меня, там просто один из тренеров Максима, он нам показал всю академию, поля, там оказалось очень много натуральных газонов. У них клевый график, то, что они телефон получают всего лишь раз в день на час и, представляете, смотрят мои видосы. Потом они тренируются, у них диета, живут только там, отпускают только на выходные и то с родителями. В общем, очень круто, сейчас мы продолжаем наш путь. Давайте заскочим немножечко парк Галецкого, запустим дрона, ну а потом в Сочи. Да, именно так. Музыка Музыка Вообще не знаю, получится ли у нас, но если вы смотрите это, скорее всего мы что-то дорешили. У нас есть план купить или приобрести или получить или отжать где-то билеты на матч Пума-Краснодар-Порт. Они будут играть седьмого, это получается практически тогда, когда мы собираемся возвращаться в Москву. Мы думаем заехать сюда на пару дней, записать здесь ролики на пляжке и попасть как раз на стадион на такой матч. Поэтому мы идем вот туда. Там продают билеты. Музыка И, собственно, мы уже добрались. Мы снова в Сочи, я особо рум-тур здесь делать не буду. Вы видели эту квартиру, если нет, то можете найти на канале. Собственно, все очень просто, там кухня, спальня моя, спальня вани. Просто бодрейшие уборные даже с ванной. И здесь мы будем ближайшие минимум 10 дней. И в итоге мы отжали билеты на 7 августа на матч Краснодар-Спорт. Лига чемпионов нам выделили три випки, просто жанал, спасибо Пуме. Пума One Love. Я думаю, на этом можно заканчивать влог. Если хотите продолжение, уничтожьте, сломайте, раздолбите эту кнопку лайков. Не забывайте подписываться на канал. И, как всегда, оставайтесь с нами на пару веселей. Ну, Алина, скоро приятного второй части будет. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok